Янтарная война не прекращается на Полесье, но на этот раз действия старателей несут прямую угрозу уже национальной безопасности страны. В одном из сел Ривненской области роют ямы прямо возле высоковольтных линий электропередач, а это риск остановки блока АЭС. Сейчас Нацгвардия взяла охрану под охрану магистраль, но только после того, как эту проблему придала огласке наш специальный корреспондент Инна Белецкая. Он вышел в поле нарвать травы да выпасти конята. Дедушка из села Ромеки почти ничего не видит и не слышит. Нас принял за старателей. Вдалеке выпасают скот, пастбища осталось совсем мало. Гектары земли превратились в пустыню с глубокими ямами и мертвыми деревьями. От этих земель веет безысходностью. Лавируя между такими кратерами, прискакивая с кочки на кочку, можно обойти село и добраться до магистральной линии электропередач. Это ЛЭП Киевская. Ее строили за европейские деньги для энергоэффективности. Но жители Ромеек ради личной денежной эффективности работают прямо под электроопорами. Если это случится под угрозой электроснабжения всей страны, работают под опорами в Ромейках давно. Вот под навесом несколько старых скважин. Вот новые. Их выбурили в этом году. Отсюда берут воду для мотопомп. Это служащие оперштаба по борьбе с незаконной добычей янтаря. Их дело изымать и обезвреживать. Дело райотделов заводить уголовное производство. Но начальник Владимирского райотдела делает вид, что о событиях в Ромейках слышит впервые. По нашему обращению все-таки открыли уголовное производство. Слава арамейских старателей дошла до Верховной Ради и генпрокурора. Проблема не только Киева и Ривненской атомной станции. Это проблема национальной безопасности. Согласны с этим и в Украинерго. Сейчас мы хотим ответственные обратные обратные на голову Службы безопасности Украины, на голову национальной полиции, для того, чтобы вживались заходы относительно недопущения подобной деятельности. А пока обращение готовится, в Ривненском управлении и нацполиции решили поставить возле электроопор вахтеров. В погонах. Охранять магистраль будет Насгвардия. Арамейские старатели стоически выдерживают испытания и идут мыть янтарь в другую сторону. Машину оперштаба засекли так называемые фишкари, то есть дозорные. На поле мы никого не застали. Старатели удирали, спасая помпу быстро. Рукава и сачки оставили. А что, вы не просто забираете? Я не понял. Они просто не встыгли. Они встыгли забрать. Да, вон помпа стояла. Они все показали, где же все будет. В лесу бросили и трактор с прицепом, предварительно поставив так называемую секретку, чтобы оперштабовцы не забрали. Полицейские прорезают рукава. Это остановит работу бригады на несколько дней, не более. И, как вы понимаете, каральные методы. Тут лишь маленькая часть работы. Найбольшая часть должна сделать депутатам Верховной Рады Украины. Я просил вы принять закон, по которому легализовать это старательство. У нас страна, которая сейчас есть в условиях серьезной внешней загрозы, она не может создавать внутренних небезопасных аспектов деятельности, навколо критической инфраструктуры. Что должно оказаться под угрозой, чтобы депутаты приняли закон, регулирующий старательскую деятельность? Пока никакие аргументы на них не действуют. А изувеченное Полесье будто готовится к съемкам масштабного фильма об апокалипсисе. Инна Берецкая, Николай Василюк. Подробности недели. Телеканал Интер.